ПЕСНЯ На праздники участники конкурса угощали гостей своими домашними заготовками. Хрустящими солеными и маринованными огурчиками, помидорами, капустой и, конечно, рассолом. У каждого свои кулинарные секреты. Дарья Харитонова, к примеру, участвует в конкурсе уже не первый год. Рассказывает, что закатывать банки с соленьями и маринадами начинается с августа. В этом году приготовила более 20 банок. По словам конкурсантов, в праздники они участвуют ради общения и обмена опытом. С фирмами, конечно, это огурчики, а секрет, секретный ингредиент – это любовь. Все сделано с любовью. Мне больше нравится, когда в одной банке все сразу. И еще какая-нибудь мородинка, укропчик, какие-то спецы интересные. Получается очень здорово. Вот эти со сладким привкусом, уксуса мало, мне поэтому нравится. Надо заливать кипяток, не кипятить. Вот я, по-моему, так все делаю. Потом взливаешь и заливаешь снова. Конечно же, продолжаем дегустацию. После дегустации гости праздника выбирали самые вкусные рецепты. По итогам народного голосования участников, чьи разносолы понравились людям больше всего, ждали призы. Кроме того, в парке можно было покататься с горки, слепить снеговика, отправиться на аттракционы и даже встретить Деда Мороза и Снегурочку. Детишки, вам песенки поют? Стихотворения, песенки, радуй дедушку со Снегурочка, а мы им билеты на колесо обозрения дарим. Все праздники владимирцев и гостей города радовали представлениями, дискотеками, спортивными программами. По словам людей, в нашем городе у каждого есть свои любимые новогодние площадки. Мы с вами с Юрием Польского. Как вам праздник? Прекрасно, нравится. На Соборной площади хорошее место такое, всегда весело, всегда хорошо. Всех владимирцев с Новым годом, счастья и главное здоровья. Что зимой не бывает, вы в ответ не тупайте. А когда наоборот, громко все поклоняем. Слушаем. Снежки, играйте с друзьями. Может, сходим за грибами? На Соборной площади каждый день для жителей и гостей города проводили праздничные представления. Так, например, вместе с сотрудниками Владимирского планетария все желающие отправились в новогоднюю вселенную и поучаствовали в познавательных новогодних конкурсах. Кроме того, в самом центре города можно было покататься на аттракционах и погулять по новогодней ярмарке. В 42-х шале, которые разместились в сквере Липки, владимирцы и туристы выбирали сувениры, игрушки, разнообразные лакомства и угощения от местных производителей. А еще посетители ждали конкурса на меткость, ловкость и удачливость с призами. Вот, замечательно. Все красиво, у вас все хорошо сделано. Секрет удачного праздника для вас. Как отметить нужно, чтобы все дни у нас? С семьей. Вот, чтобы все было хорошо. Сколько у вас приехала вообще вся семья? Ой, посчитать бы у нас семья-то большая, но сколько у нас, 15? За новогодней атмосферой и спортивным духом в эти каникулы многие владимирцы и туристы отправились на каток, что на Пушкинском бульваре. Прокатиться по ледовым дорожкам в самом центре города решили сотни юных и взрослых гостей. Чтобы тоже веселиться с друзьями, чтобы проводить хорошо время. С детьми мы решили выйти. Вы всей семьей, да? Или сколько у вас человек пришло? Да, оттроем все. С маленьким, да. Сами не боитесь вообще на коньках? Давно стоите? Давно, с детства. Для посетителей катка работает гардероб и прокат коньков. Если позволит погода, покататься здесь можно будет до конца зимы. К слову, немало гостей решили провести на коньках даже новогоднюю ночь. Для самых отважных на Пушкинском бульваре провели специальную программу с сюрпризами и конкурсами. Мы в ночь даже выходили. Сейчас в ночь до четырех ночи. Как вообще настроение? Много ли было людей? Было настроение новогоднее, веселое. Все приходили на позитиве. Все было супер, все было замечательно. Кого больше? Детей или взрослых на катке? Детей. Настроение очень хорошее. За порядком следим. Все хорошо у нас. Работа новогодних площадок и праздничные гуляния во Владимире еще продолжаются. Они завершатся в канун Старого Нового Года, 13 января, традиционным забегом Дедов Морозов по центральным улицам города. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова